Участники проекта «Получилища» отправились на Минское море, где приготовили снасти, закормили лунки и уже реализовывают первые поклёвки. Люди, я словила рыбу! Да. Я запуталась! Не помогайте ей! Не помогайте! Быстрее! Запутаться с глубиной в 7 метров очень просто. Именно поэтому удочку следует отбрасывать далеко на лёд, после чего начинать вываживание рыбы. Рыба! Рыба! Вторая рыба! В морозную погоду не стоит класть рыбу рядом с лункой. Так она быстро примерзнет и собрать свой улов будет достаточно сложно. Отпускать же маленькие экземпляры лучше в соседние лунки, чтобы не перебить клёв своей. А что ты делаешь? У тебя такая удочка интересная? Ну, безмотылку пробую ловить. А безмотылка это что? Ну, это... в данный момент это чёртик с подвесным тройничком и с кембриком жёлтым на крючке. И? Ну, он имитирует какое-то подводное там здание, которым питается рыба. В отличие от ловли на мормышку с мотылём, безмотылка предполагает гораздо более активный и интенсивный поиск рыбы. Я сейчас проверяю в данный момент, на каких лунках находится рыба, чтобы уже на вечерний клёв сесть на одно место и не двигаться, если не перебегать. А это позволяет быстро проверить. Не надо одевать мотыля, настраивать глубину, то есть всё быстренько. Пустим на дно пара проводочек, если рыба показывает, значит, мы в дальнейшем будем тут проявлять, поклёвки показывать. В нашем случае оказалось, что под лункой рыба есть, но удержать её на крючке сразу не удалось. Сход! Я видела его, он ушёл! Моделей без мотыльных мормышек много, у каждой своё предназначение и преимущество. Чёртик обычно под личик, на поклёвку. Провоцирует? Провоцирует, да. А коза? Коза больше на плотву, на окуне в основном. А вот эта глухая, которая? Ну, глухие, ну, глухие чёртики, абсолютно, говорю, по всей рыбе, то есть на неё любая рыба. Рыба должна видеть в мормышке кормовой объект. Чтобы сделать кусок свинца или вольфрама привлекательными с этой точки зрения, нужна правильная проводка. Где-то быстрее нужно, где-то вообще нереально вот так вот надо махать, то есть рыба, как ни странно, отзывается, но самые такие дикие проводки. То есть эксперимент проводок должен быть? Ну да, можно медленную посмотреть, она обычно, подлещик любит более медленную игру. Бывает, наоборот. Продолжение рыбалки на Минском море смотрите в следующих выпусках проекта «Получилища». А если вы готовы поделиться советами и пригласить съёмочную группу «Порыбачить», присоединяйтесь к сообществам проектов в социальных сетях и будем ловить вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова